Лето – время, когда наконец-то можно отдохнуть от работы и повседневных забот на море или на даче. Но вместе с сезоном отпусков приходит сильная жара, которая не дает покоя ни днем, ни ночью. Особенно от высоких температур страдают те, кто живет в городских джунглях, где от раскаленного асфальта становится душно, а температура воздуха поднимается на несколько градусов выше, чем в деревне. Даже 20 минут нахождения под палящим солнцем может обернуться для человека тяжелыми последствиями. Реакция организма на жару у каждого может быть разной. От обморока до таких грозных заболеваний, как инфаркт или инсульт. Чтобы не доводить свой организм до изнеможения, надо соблюдать ряд простых правил. Периодически в течение дня принимать водные процедуры, пить много жидкости, при себе иметь препараты, исходя из вашего заболевания, проветривать помещение, сократить время пребывания на солнце и двигательную активность, прикрывать голову от солнечных лучей. И, конечно, прислушиваться к своему организму. На жаре, конечно, переутомление. Кроме того, что идет жара, высокая температура сверху, какой еще человек активно действует, конечно, это тяжело. То есть, естественно, нужно сократить такую двигательную физическую активность. Достаточно на приличное количество. Но не только жара опасна для человека. Резкая смена солнечного дня на дожди и грозы также несет за собой проблемы со здоровьем. А это лето щедро одарило нас такими сменами настроения. Особенно от летнего зноя и перепадов погоды страдают пожилые люди, маленькие дети, гипертоники и сердечники, организм которых не контролирует теплообмен. Также стоит отметить, что аномальные температуры вводят человека в стрессовое состояние. Он страдает бессонницей, резкими перепадами настроения и страхами. Нередко испытывает тревожность, недовольство и раздражительность. Высокие температуры опасны тем, что можно получить солнечный и тепловой удары, что нередко приводит к судорогам и потере сознания. А в особо тяжелых случаях могут закончиться даже летальным исходом. Если солнечный удар определить легко, нарушается потоотделение, расширяются сосуды, а также застаивается кровь в мозгу, то тепловой удар можно заметить не сразу. Количество вызовов скорой помощи в жару или во время перепадов на дожди резко увеличивается. Мы наблюдаем увеличение случаев вызова скорой, когда меняется погода, то есть переход или там с прохладных на жару, или жары, например, на холод, но чаще всего именно на жаркое время, когда наступает, тогда и больше возникает эпизодов с головными болями, с повышением давления люди жалуются. Также сосудистая патология вся, как боли в сердце, преимущественно такого формата вызова. Берегите себя в жаркую погоду, то есть ориентируйтесь на свое собственное самочувствие, или же, опять же, сокращайте время пребывания на солнце. Обязательно имейте с собой воду. Осознание опасности сильной жары или перемены погоды летом позволит вам бережнее относиться к своему здоровью и не допустить серьезных последствий.